на нижнюю линию а вон там будет нянчить узнаем как раз таки вот буквально через одну минутку да и веги и спортс у них есть в принципе ваша который будет фармить на верхом ты у них есть два саппорта у них есть меня и остался человек на тяжелую линию человек на тяжелую линию который во-первых выстоит против этой самой комбинации из лордара или чая которые будут дичайшие накидывать самого начала все это дело ну и во-вторых конечно же мало мало выстоять нужно получить опыт и потом устроить какой-то кипиш на карте интересный вариант был забанен комплекс стилина и импер от веги вполне себе ожидаемый вариант и появление таких героев но я считаю что на таск например сыграет на нем соло абаддоном сыграет сема и нужен герой для мага я думаю что так и по сути здесь можно попытаться там не знаю взять шейкера взять не знаю тут много вариантов хороших будь резерв тайм и досыдаемся да пошло резервное время и уже очень скоро мы узнаем кто же будет пикнут пятым кто будет фармить в комплекте гейминг ну и так же на чем будет играть и пьянка разумеется может быть с лордара поставят с лечом в даблу и нужен какой-то кор на линию да это антимаг и беда на нем кстати говоря возможно соответственно сыграет а вот и дизраб вариант идеальный ну да в данном случае маг перейдет таска сема сыграет на дизрабторе вариант вообще великолепный и пик веге мне нравится здесь они построились несколько под пик соперника взяв абаддона но и при этом взяли свое родное и для паши гирокоптера но ванчик сф берет что действительно сейчас не всегда бывает связи с банами ну а дизрабтор здесь идеальным вариантом является даже несмотря на появление антимага у команды комплексити на котором кстати сыграет пингвинчик да она с другой стороны знаешь что хотелось бы отменить то что веге надо будет активно работать и активно драться с самого начала этой самой игры и захватывать римущество которое ну если не захотят инициативу короче говоря самого начала буквально до с 5 6 далее им будет очень и очень сложно потому что пингвинчик чем чем больше времени проходит тем толще он становится и самый персонаж который будет фармить 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 даже и если в начале стадии игры у него не особо будет хорошо получаться потом выйти на свою крейсерскую скорость фарма и дальше уже его будет не остановить желаем хорошей игры ну что по традиции представим этих игре а начну с вегием всем играет на дизраб 3 солна бадонину ванна эсэфи нитроген ухо спонсор а маг на таске и паша на гирокоптере комплексе комплексе теда свой был он играет нас лордаре лимб будет исполнять queen of pain пингвинчик как мы уже говорили на антимаги играет z-freak и исполняет лича и ханскин на бейне небольшая пауза лимпун до переконавиться хорошо ну что ж пока что мы видим команду вега в харлини и принципе них неплохой потенциал на то чтобы подраться в начале и может быть занять какой-то агрессивной позиции в рун контроле но идут они без смоука они так понимаю просто сейчас забегут во вражеский лес соло поставят нам вард и возможно кстати говоря здесь окажется трипл линия я так понимаю что вот нужно маг будет фармить соло а гирокоптер в принципе с такой довольно таки агрессивный триплой и более то с абадоном может быть ковать в харде и при этом довольно много неприятностей доставить для антимага это интересный вариант решения от веги и в принципе в теории все пока звучит очень даже неплохо потому что антимаг как велищный герой вряд ли там сможет что-то предоставить уж тем более что ребята подсчитали этот факт что у них хотя с другой стороны у них довольно сильные саппорта здесь не помешает скорее всего потому что у веги еще в начале пика будет саппорт таск саппорт абадон но дизераптор еще хорош тем что он рейнджовый двух милишных саппортов бы в трипл линию подобно отправлять было слишком глупо и самонадеянно делать но посмотрим посмотрим потому что еще пока что у нас нету четкого понимания того кто и как эти линии доминирует с другой же стороны и как разложить ребята это дальше что же происходит и как разложится ребята мы уже можем предугадывать предполагать и скорее всего наш предположение уже были первыми опять просто спрашивают правда кликер записал бы сприк уже второй раз спрашиваешь надо и выручивать ну не знаю хочешь сказать что подсказал вот видишь помогает друг другу а вдруг это решает помогает google просто кто быстрее может было найти что мы не думаю что слово все прекрасно знает сам по памяти просто и моменты садишься на матч смотришь открываешь google задаешь свой вопрос получаешь ответ и играешь в игру уже в свою ладно начинается карта верхняя руна достается в госпе собишь лимпу и но он на шадов фенди забирает себе нижнюю неплохой варта твеги находится у нас внизу да спот он подблочил хотя бы на первые пары минут наш не буду на здесь грипов на перетра цикл та самая даблайс виллу мелана и затфрика от которой мы говорили буквально вот 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 олимп пока что с ханскеном находится в миду но поднящить своих до queen of pain которая появилась как мидер здесь весьма подходящий против нована и мы здесь понадобится помощь какая-то первая от соло пока ханскенову будет там цеплять брейнсап ну так далее до тех пор пока думаю что сф не дофармит боттл опускать его из новой здесь лучше таки не стоит надо помочь ему максимально мак оказывается в харлинии где в принципе у него здесь но если возникла проблема то не будет проблем с экспой а пингвинчик тут на своей линии видим что из него фактически хилинг слэй выбивает сейчас дизраптор потому что иначе ему никак больше крипам не подойти а гирокоптер чувствует себя замечательно в окружении хорошего саппорта при этом что еще и соло может прийти если это будет надо хотя с другой стороны абаддон очень часто пикается еще и для дабл мидов поэтому здесь он будет смотреться замечательно у него довольно большой соответственно рейндж кастами из койла в принципе он всегда может помочь только им но и щитком добавок поэтому очень полезный саппорт в миде обычно так много игроков в китае играло помните именно так я все жду к открою счет на самом деле наш нашего третьего игрового дня и на самом деле если нас получается не будет после по итогам сегодняшнего игрового дня переигровок назначены переигравок то завтрашний игровой день во первых будет скорее всего наполнен хорошим интересным контентом виде шоу матчей интервьюшек просто стрима со студии типа того как у нас здесь весело классно и хорошо мне вот интересно будет ли с вап-лайнами потому что она мне кажется свиндл мэлон вместе с личом против гирокоптера сделает больше чем соло антимаг да но опять же как бы гирокоптер с ними больше не сделал потому что антимага имеется эскейп и он себя спокойно чувствует не но он не фармит ему нужно совсем другую линию получить он один крип один крип добит у него 12 паша это не тот результат которого он явно ждал а к сожалению бэйн боится покидомидал ханскин да и на самом-то деле не особо то он поможет антимагу в фарме поэтому мне кажется на цвапце линиями свиндл мэлон за сличом отправлять на бот хоть как-то ребята нюкают своего оппонента в случае гирокоптера будет жизнь какая может приятная а здесь он при фарме то и абсолютно даже на горизонте гирокоптера не видит знаешь просто оставить антимага отправить его на линию фармить на легкую и без всяких саппортов это конечно тоже идея довольно таки ну здравая в кавычках да то есть саппорт и который должен был быть займом его там просто нету марк делать стаки для сэфа приятное занятие пустить митера дать ему несколько экспы в миде получить самостоятельно чтобы не отставать от оппонента а потом получить экспу вместе с ним на нейтралах так абадон в принципе сможет получить 6 левел и особо не отставать от саппортов которые тусуются на линии вроде дизраптора хотя и получает экспы пока что он меньше именно так за один скрипов один скрипов медиа queen of pain к сожалению покажет не особо справляется лимб при идее должен сейчас например там не знаю ну за скринливать нова на пытаться хотя с другой стороны там же ботал он получил и получил уже 17 душ подарок там скринь не скринь там у парня еще и можно когда он может исполняться и так далее и так далее и так далее четыре минуты прошло и я жду на самом деле выхода с лордара кого-нибудь потому что именно он должен агрессировать первую очередь команды со стороны команд комплекте вега вега понимает что им некуда торопиться что они могут начать это дело попозже им нужен опыт им нужны деньги для того чтобы себя реализовывать то есть на всех своих персонажей а вот сложен сладар может уровне на пятом что-нибудь замутить веселых и обычного начинает разумеется шестого очередные стаки очень большие стаки сделал тут маг очень неплохо потом зафармить нова на 4 что ли не он не проигрывает он сможет выйти в отрыв мне нравится как фармит паша и мне не нравится что антимаг до сих пор не ты до сих пор на пятой минуте один криппу антимага это очень плохо потому что если 2 не до сих пор они не свапнули линии что меня радует потому что мог бы антимаг выйти на топ соло его вот этот даже не знаю даже дабл бини в миде долгое время не позволяло антимагу фармить они ослабили линию с антимагом своим кор героем ханске не тот герой который может способен как-то ему помочь там все моего уничтожит он его во первых на лэвл больше во вторых это дизраптор бэйн может брейн сапом только пиковать но что толку паша вон регена с собой как бы взяты неплохо плюс мы с тобой говорили еще на стадии пика о том что если возьмешь куда-то там кого-то там кора который будет должен фармить и так далее так далее выносить того же самого антимага типа еще кого-нибудь этот скорбь соответственно саппорт должен быть с ним должен иметь возможность помочь подхилить и приконтролить так далее так далее и так далее либо это бэйн берется в связку обычно с теми персонажами которые активно прям самого начала игры начинают наводить кипиш на карте либо же это какие-то другие саппорты которые как винтер виверна как дазл так далее так далее могут себе позволить опять же подхилить союзника в данном случае антимага нету соответственно не саппорта который мог бы ему помочь подхилять и так далее так далее так далее и с другой же стороны абсолютно тот же самый антимаг не фармит крипов ни разу Ханс консервирует руну руна иллюзий можно даже сема немножечко милий побить если поблочить но он к сожалению не смог этого сделать брейн сапом сейчас еще куснет неплохо кстати говоря может даже погибнуть поэтому нужна помощь паши паши приходит радует что комплекте конечно понимаю что сф на линии абадон тоже не зря пошел там делать стаки и ребята сразу пришли в арт здесь поставили возможно эти стаки после цепи забрать но они не стали их блочить давай не спалили вороший примере не будут знать когда сф отошел с линии то соответственно возможность понять что он там из себя представляет вершать видно что у него еще и тпшка и с собой будет видно если он эту тпшка будет делать да либо поэтому может кстати говоря и спалится тем самым инкамом как у любые из линий паша получает пятый левел вскоре будет и шестой пятый левел и диазраптор как кстати тоже шестой очень нужен здесь у нас ханскин вновь встречается с соло ну а соло бы конечно с экспо еще немножечко надо подружиться и где-нибудь ее получить конечно бы в идеале когда на у ван уходил фармить леса соло бы мог получать ее в миде именно так но на самом деле 6 уровень будет у пашки и я жду появление шестого на из рапторе либо же на таске кого-нибудь который тоже пятого уровня века потихонечку полигончик куда приходит к тому что ультимейты появляются и после этого сразу же начнется веселая история как говорится да то есть будет в лёд и будет вылеты будут заходы и сорян стадия лайнинга она закончится прямо вот будут вот очень очень скоро попомни мое слово рик и ханскин заходит в лес имеют право мало того что сейчас реагировать по варду потому что они видят соперника ответственно но вдвоем мне кажется нападать на сфа будет здесь чересчур поспешным вариантом развития событий а вот соло может быть ханскин начинает атаковать солдат найт мэр сфрик находится рядом арморку разбрасывает и принципе отступает вот до конца непонятно потому что два этих саппорта вряд ли могли убить что абадона что и сэфа и ребята попросту время потратили зря на разминами любезностями смоги которые были заревилины то есть нельзя изначально следственно было это все дело проведено но с другой стороны учитывать то что как бы деньги потрачены на смог так далее так далее в итоге он выстанут из другой же с третьей стороны и деньги на смог потрачено вроде бы но никто не умер никто не умер опять же это лучше чем если бы кто-то умер логично ладно паша 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 без куда у нас будет крип будет куда он бурхан скандрианом страховывает пингвинечка понимая что его может попытаются как-то убить но единственное что это надо будет с глимцом поработать на случае блинка он кстати говоря третьего левла имеет довольно таки большую раньше уже если вы обратите внимание поэтому сейчас для пингвинчика очень важно не представляться поэтому механский на мидс рядом с другой стороны смысл от всего этого когда анти мага мы все еще видим только 5 крипов 53 крипа у паши 5 крипов это уровень карета кризис от солнца понимаешь он стоит в лесу он там сэфом разбирается у него петь крипов да он тут экспу получает получил уже четвертый л поставили ребята центре и задевали ли соответственно вард от команды комплексите так что вижу на него вражеском лесу потеряли ну и сэпс этого меньше денег не получил соответственно тему которые были от комплексите они особого толку не дали и ребята все равно пока что ведут и сэп и гирокоптер занимает первую позицию по нетворсу сприк видит мага дает нюк но не более того маг все равно чувствуется превосходно да у него крипов не так много но не свалрус панч уже шестой левел поэтому и урна уже есть и манга на всякий случай ты пешка так что на самом-то деле тут все зависит от того насколько хорошо заформился винул меланс он-то кстати заформил очень даже неплохо 3700 нетворс у него полторы тысячи денег на руках плюс пт-шка орбит господи орбок вином да и дело готовится к блингдаггеру хорошо что так хотя на самом-то деле мне кажется что лучше бы именно с лордара поставить орпеть против гирокоптера антимагу дали бы пофармить потому что он и главная проблема пока другой стороны на легкой вере на тяжелой линии можно грести очень-очень таки серьезных людей просто потому что антимаг он такой парень он может будет выжимать выжигать моно ради стадии игры если этого делать ему не дают тону дороги будет не особо таки болезнь монты нету яши нету соответственно какие-нибудь там вот выходил бы тоже нету разумеется через некоторое время у нас будет совсем другая история конечно мы сейчас посмотрим на общих зрительного зала я думаю либо не посмотрите а у нас небольшая пауза а даже она совсем небольшая думаю сейчас мы вернемся в игру потому что все мы уже зашел обратно друзья давайте наверно возвращаться мак то есть минус армор что нет все равно выкурить сложно его потому что пока инициации нет а он с ноу-болом может все засейвить любой врыв танцкина могут найти кстати говоря кинетик фил поставили глим сдавать не стал сейчас тензратор хотя мне кажется с кулдауном они бы могли забрать хоть кого-то в данной ситуации пусть что и антимаг бы антимага все равно жизнь уже наказала очень мало крипов и даже саппорт такой ситуации в него можно просто убивать в любом вообще доступном варианте было 5 лэвл в леса вновь возвращает снова он линию кстати говоря он освобождает для стола говорит мол чувак сходи-ка пока постой получи экспу тебе 6 лэвл просто необходим по сути соло сейчас и делает пока лес там зафармливал нова танцкин поставил весьма интересный вард но мне кажется на линию может быть немножко поздновато смотрится на двенадцатой минуте тем более в таком месте но видимо ребята здесь долго собираются выгангивать вегу хорошего в уже 12 минуте на некоторых линиях мы уже и тюрван не видим здесь только вард поставили дает опять же нового пар для соло некоторые чтобы экспы получить ровно 12 минута появляется табл дэмор сбирает сф возвращается на топлива на топ-лейн причем при этом я жду открытие счета потому что прошло 12 матча и счет нас до сих пор 5 3 игрового дня game show global и спортска по так и не открыт это печально это печально потому что знаешь было бы классно видеть игру которая завершилась без единого фрага как и выигрывать кого не одно или другое просто типа идти играть и в пуш нет такого быть него это такого быть не может на самом деле и думаю что там как-то не но можно спушить но это совсем совсем должно быть как-то дурацкий со стороны чтобы без врага закончить игру хотя с другой стороны знаешь выиграть со счетом 5-0 тоже довольно интересно там убить разок пятерых когда уже все отфармились и они там появляются по 60 секунд за 60 секунд там допустим спушить базу тема находит здесь скорее всего понимает что на хайграмме находится свиндл мелонс и ребята готовятся к атаке по ходу неужто будет первый фраг ибо с мага все должно начинаться свиндл мелон спрятался но его маг находит шардами промахивается тот на спринте и на бринке уходит и встречает паша сверху мискойла от соло и он все равно убегает и здесь опачки а глимс то был и свиндл мелонс возвращается и бежит в обратную сторону и мне кажется я сейчас между деревьев тот должен все поражать тп-шку потому что очень опасно еще черной спринт кайлами промахивается на уан и тот уже делает тп чуть дальше ну что ж выпишку начинает пушить вега в таком случае раз уж четвером суда на линию не попали ответ мы видим от антимага но тут это ответом сложно назвать он еле-еле там вышки нанес какой-то дэмэдж есть все таки гирокоптеров со всеми остальными дэм джи дают больше несмотря даже на просто армор который сейчас висит на вышке графики выглядеть вот так это все без единого кила исключительно на фарме пока получил преимущество команды вега видим все поровну да и на самом-то деле сложно получить преимущество по экспе когда ты стоишь по по-лайнам и не делаешь ни одного фрага забирает вышку радиан структуры а фортифайд и вырывается на ноу-уана ноу-уан может погибнуть с ноу-болом подсейвил его только что маг отправились на олимпу это фёрдоплаты уже выглядит он в масс-файте ханскин наглимсанули обратно это он отправился на базу так что забрать смогли лишь одну к вину фейд ну и вышку за компанию отправляется на бот паши и там проложит свой фарм имеет он один ассист и 91 92 уже крепает 40 за динайна ханскин выходит вместе с этим агом начинают они его грызть паша убивает он просто бэйна не хватило дэмэджи просто ребятам чтобы забрать лишь одного гирокоптера которого забирать начали в соло вот спрашивается антимаг такой герой конечно он конечно хорош когда получает айтемы но такой ситуации бесполезен первым там манобрейком и так далее пока еще слишком слаб антимаг и надо очень много времени ребятам но время кончается потихонечку например уже спушили терт ван на топе терван в миде сейчас упадет динает вас лордар хорошо что лишних денег сопернику не дает на боте так же и сема он покупает аркан тапки вполне себе хорошее приобретение богатый человек мег так джои сэфа там надо бы играть пуш и абадон тоже седьмой левел ребята занимают вражеский лес подходит все остальные в том числе сема паша и вновь опять же играют пуш понимая что во первых кор герой команды комплекте все еще довольно бесполезный мак без айтемов и без фарма вообще мало что дает даже если пашу лишить всех айтемов которые он имеет у него есть кулдаун и есть рокет барридж у гирокоптера этого не отнять а вот антимаг пока мало что из себя представляется припушит конечно пингвинчик но посмотрите какой дамож он вышки наносит кажется катапульта смочит быстрее приходится удалим добавок свиндл мелонс но мне кажется вега не особо заинтересованы хотя с другой стороны туда отправляются сема и идет сразу аж три тпшки приходит ноуан и чане к нему дает сприк сбивает ему тпс сбивает каст рэк мавсос уходит сприк в лес делает тп аут на него просто забивает сейчас но у вас здесь мы видим как мак уже задержал соперника несколько правда шарды не дают его и тиммейтам пройти кулдаун вряд ли убьет ханскина он уходит с тпшки остальные уходят на блинках а на всем остальном так что забрать удалось исключительно только сема команда комплексити и на 18 минуте матч у нас счет 1-2 продолжаем разговор тем временем что хотелось бы еще очередной раз отметить то что преимущество уже веги начинает расти все выше и выше 4000 по золоту они имеют в плюсе более того ну по опыту не так уж и много меньше косарика меньше косарика а это значит что ребята из комплекса пока что держат показатели опыта но опять дать возможность веги засну борется вытащить золото пойти дальше это проиграть первую игру инфа сотка хотя века опять же снатны тем что иногда бывает перебыкует переформят перезакидывать эту игру потому что за месте надо хочется пойти и потом на врага дали под фонтаном податься и так далее и так далее и так далее не всегда далеко не ставить и получается делать это прям точностью прям вот такой вот четкой 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 и на 102 tower дальше сразу же перемещать но он видел под сёмом под старик штормс и ну меланс там оказывается еще дамаж дрэкмулд соулс и калами дело заканчивается умирает он и ханскен глимсует обратно в этот момент его тиммейты пушат тир 2 на топе туда также отправляются тпши команды комплексити в том числе и ханскен пытаются уйти и уходят а здесь от вышки мало что осталось поражали глим портификейшн кулдаун позволит отойти команде комплексити и задестроили вышку игроки вега но сприк культиваться некуда хорошие шарды поставил маг и не позволили они ему уйти очень сильно давит вега учитывая что всего 5 фрагов было сделано за матч вы можете понимать что ребята означает что они выиграли не за счет фрагов а за счет стадии лейнинга за счет того что антимаг мало что у себя имеет и в данном случае если изначально комплексити так и рассчитывали что они отправят антимага в изи лейн мне кажется пошел бы любой другой герой который бы все таки лучше будет стоять против гирокоптера с дизраптером либо опять же нужен был с ваплайнами уже в самом начале потому что мы видим до сих пор что антимаг пустой и мало что из себя представляет и долгое время еще опять же будет таким у нас поймали мага ну хоть какой то фраг правда он не достается антимагу достается он queen of pain 4 2 в пользу команды вегас квадрон готовим графики к появлению да на них мы видим уже довольно большое преимущество потому что пошли пушить вышки вега пошли также убивать пусть то немного но на пуш и на фарме сейчас ребята все равно ведут фармят они гораздо больше нежели чем соперник антимаг пока еще долгое время будет получать свой бф чтобы фармить леса а паша в тот момент фармить довольно таки большой стак антимагов и башу моря себе позволить им заниматься кстати говоря есть яша я думаю что даже при наличии слордара можно не заморачиваться и при такой ситуации даже можно собрать сэнджин яшу не обязательно мату ставил ну да слордар такой контрольщик хотя яша есть как у него так у эсэфа они могут все равно по монте собрать хуже не станет и статы дает и все остальное но мое мнение что знаете минус армор есть и на будущее все таки не стоит опять же стоит смотреть в будущее да и минус армор он в любом случае будет он никуда не исчезнет поэтому на самом деле можно собрать и монту агроклаб появляется нет сэнджин яшу гирокоптера соответственно я думаю что и эсэф будет придерживаться хотя я думаю что ему может и даже манту стал взять гирокоптер намного толще на самом деле чем эсэф но все равно а кстати не я подожди тут у нас бкбшка я думаю что сэнджин яша будет яша останется впоследствии превратится наверно все равно ванту а пока он с ней просто побыстрее несколько фармит а вот бкбшка нужна будет все равно хотя с другой стороны магического дэмэджа что мы видим у комплекшите его не так много и бкб здесь не является прямо мастхэп айтемом есть финс грипп который держит тебя сквозь бкб есть также физ дэмэдж и пьюр который дает лимб да уже минус так лицо рошана будет буквально течение двух секунд примерно с добром утром тем временем дома господа мальчики и девочки все кто только что просыпается или проснулся и так далее тоже за прошлого раза я например до чего до сих пор вчера не пришел после вчерашнего да там именно расплавки завод из нас часов которых с нами случилось и смотрю чуть более-менее посвежей но все равно дает о себе знать все дело атака двигать сквадрон на нижнюю линию сзади неподалеку ездить рапторы в принципе может пытаться помочь там все мы с леер но кого он здесь тронет разве что и глиб станет сверху там тандыстрайк повесит и так далее и так далее ну максим клетку закинуть хорошо в этот момент что-то неугодный тир-2 для комплексити за депут ему вообще никак не удастся единственное время для них остаться хоть как-то в плюсе запушить в мидл у команды вега кстати говоря им удастся но вот эта тпшка и сюда приходит солов в надежде даже эту вышку задинаить он знает что у него бород тайм и он в принципе времени много довольно таки имеет к тому же сюда еще приходит гирокоптер и весьма своеобразный байт получается и свиндул баллон погибает в ларус панч найт мэр рокет баррадж он никуда не денется уже хорошо сыграна вега они ведь это два на боте успели допустить вернуться в мидл и сделать фраг и лимб тоже умирает хорошо сыграно ноуана так что двух основных коров в том числе слордар который в дабле на топе стояла ребята забрали ну это максимальные такие фармящие герои сейчас вот почти у команды комплексити и считается мага который сейчас вот в принципе собрал бф и вроде бы есть какие-то подвижки в этом сторону потому что собрал его не так уж и поздно но ребята продолжают терять вышки и последняя вышка в миде уже падает генетик филд стоит найтмэр получает сиома да внешних вышек не осталось ребят из комплексити это вот финальная ну и все надо идти забирать машина забирать аегис идти на хайграунд там все легко нужно остаться команде вегас квадрон преимущество в этом матче оно и кутака уже есть но знаю что на 24-й минуте вышли уже ребята ломали бараки у нас такое было но вот так вот просто просто без аегис без шансов без эпичных драк и так далее и так далее квапа уже появилась надо бы наверно отойти отсюда или что или можно будет подставляться по дорогому вылетает с винду дает пока что стан просто по ноу вану но он не торопится лимс обратно кинетик филд не сработал вышка за это время упала лимп все еще без соник вейву но неудовольно много кулдаун сейчас имеет ханским приходит брейнсап пашу дает меку дает команда ноу меку дает им ноу ван и вновь рвается с виндул мелонс отходит дэмэджи почти не получает команда вега в шардах оказывается ханск таки нужна инициация будет если что от семы а ведь она будет поэтому позиционку должны комплексы держать ого-го какую ну вот например ханскену мне кажется уже не повезло сразу это понял и маг чайник летит в ответ и могут даже ох как хорошо сыграли вега и как хорошо расплитали чайник да умер маг но он свою работу в первую очередь выполнит и ребята без особых проблем опять же всего два фрага было сделано во время данного момента это потеряли мага и потеряли бейна ребята фактически спушили линию команда эго владмир собирает антимаг но здесь мы видим владмир собирает абадон он же саппорт и соло крес появляется у темы это серьезные очень артефакты сейчас пока команды пойдут на рошад потому что там будет решаться сейчас все кто будет доминировать на карте ближайшие пять минут кто будет доминировать соответственно и получит шанс эту карту выиграть безоговорочно опять решится на этом рошаде ну и отправляется вега сейчас по топу в принципе даже могут еще на одну линию абсолютно точно так же зайти бкбшки 10 секунд имеется у паши он его даже в прошлый раз не прожимал хотя она уже прилетела всем от 40 крестом соло с владмиром вот такие обновления появились за это время вега где-то буквально две минуты прошло с прошлого раза и ну ван вновь отакует вышку врывается свиндл мэлонс кидает минус арморку минус арморку диспейлит об аддон и свиндл мэлонсу достается ух как он там в кинетик филде то застрял все это минус довольно просто хорошо сыграно опять же сёмой и начинают атаковать ребята в бараке да фрикс с чайником даже не знает как его дать там еще параллельная иллюзия от моты мешает врывается ли импы под бкбшки его попросту ноу ван готов стирать нападают на ханский на велрус панч соник вейв дает липп он честно говоря мало что уже решает он уходит пусть то он под бкбшки сейчас был но сколько дэмэджа он смогли нанести я уж даже не знаю посмотрите на количество хп здесь вот у ребят вот просто здесь антимаг лишь один выживает gg пишет команда комплексити на 27-ой минуте матча под доминированием команды вега со счетом 3-12 выигрывает наш снг-эффектив друзья поздравляем ну это была первая карта в противостоянии бо 2 разумеется формата да буквально через несколько минут когда небольшая пауза закончится мы соответственно вернемся для того чтобы покрометировать с вами вторую карту этого противостояния а сейчас у нас будет крем статистика после матча да я думаю что пока обойдемся наверное без нее этот матч